Решение по аквариусу принято совместными усилиями европейских политиков. Ответственность за судьбу пассажиров спасательного судна разделили несколько стран. Пока 28 человек высадят на Мальте. Оттуда в ближайшее время 10 мигрантов поедут в Португалию, по 15 в Испанию и Германию и 18 человек примет Франция. Главы правительств Франции и Мальты приветствовали достижение общеевропейского консенсуса по этому вопросу. За отказ Марсельского порта принять аквариус критики подвергли французского лидера Эммануэля Макрона, учитывая, что он открыто проводил политику конфронтации с антииммигрантскими партиями, в первую очередь руководством Италии. Если бы я начал говорить, что Франция примет все суда из Африки, то это, во-первых, было бы не тем решением, в какое я верю. А во-вторых, его бы не поддержали во Франции политически. Я могу и отдаю себе в этом отчет казаться иногда бесчувственным. Но я уверен, что у такого решения нет будущего. Оно довело бы нашу страну до крайности, подпитало бы крайнюю ксенофобию и в любом случае не смогло бы оказаться жизнеспособным в долгосрочной перспективе. По действующим нормам аквариус должен был отправиться в ближайший порт, в нынешнем случае в Италию или на Мальту. Но Италия еще в июне закрыла порты для кораблей неправительственных организаций. В Риме защищают свое решение. Я вам дам кое-какие цифры за последние пять с половиной лет. 588 тысяч прибывших в Италию. Десятки тысяч спасенных. Совесть у Италии чиста. Италия не против Европы, но Италия уже выполнила свою работу. Неоднократно самые разные организации признавали, что это Италия спасла честь Европы. Во многом из-за этого решения Рима аквариус остается единственным неправительственно-спасательным судном в Средиземноморье. И не исключено, что этот поход для него станет последним. До августа аквариус ходил под флагом Гибралтара, пока регистрацию не отозвали. Сейчас флаг на судне панамский, но в понедельник и Панама начала процедуру лишения судна регистрации.